Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. В данном видео я выполняю расклад по вашему запросу, почему он либо она бездействует. Сегодня работать будем старой золотой нити, называется эта колода Golden Tree Taro. Работаем с вами по стандартной схеме, а именно я выложу 8 арканов. Первая карта-сигнификатор покажет в целом, что у вашего партнера, либо у вашей партнерши к вам на данный момент, имеются ли вообще какие-либо чувства. Ну и второй аркан покажет, почему человек бездействует в отношении вас. Ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Визуализируйте партнера, если знаете дату рождения, проговаривайте его и вашу дату рождения. И задавайте картам вопрос непосредственно, почему он бездействует в отношении вас. Ну, либо же она, если смотрят мужчины. Напоминаю, что расклад общий, он напрямую зависит только от вашей интуиции, а именно, насколько точно она работает в данной ситуации. Для тех, кто хочет получить мои индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты, вы сможете найти под этим видео. Так, пожалуйста, настраивайтесь на работу и проговаривайте. Почему партнер бездействует в отношении вас. Карта покажет, что у него к вам и почему он бездействует в отношении вас. Так, что у него к вам, почему бездействует. Продолжаем. Так. Так, пожалуйста, определяйтесь. Все карты я вам буду подносить, вам все будет хорошо видно. Выбирайте либо ту стопку карт, которые на вас смотрят, либо тот вариант, который вы проговорили себе заранее. Начнем с первого варианта. Так, что у него к вам? Ну, здесь по шестерке мечей однозначно у человека идет желание перемен. Здесь это может трактоваться как в целом. Либо желание выйти из ваших отношений, да, либо что-то поднять в них кардинальным образом. Сам по себе аркан не указывает на наличие чувств. Это желание кардинально преломить ситуацию. В целом по шестерке мечей это то, что человек в этих отношениях поступает больше не с позиции чувства, а с позиции разума и логики. То есть проводит какой-то трезвый расчет. Почему он не бездействует в отношении вас? Вот здесь падает перевернутая жрица. Ну, давайте дотянем. Но карты говорят о чем? Во-первых, тайное станет явным. Для вас эта информация вскоре станет известна. Это во-первых. Во-вторых, здесь на лицо может проиграться влияние женщины. Не обязательно это любовница. Это может быть и мама, это может быть родственница. Потому что, как правило, жрица показывает еще и членов семьи. Но также может указывать на связь на стороне. Что же здесь? Ну, во-первых, человек вами четко манипулирует. Я думаю, вы это и видите, да? Перевернутый маг. Карта обманщика, карта лжеца манипулятора. И все-таки основная причина. Да потому что здесь уже человек четко, скажем так, поставил точку в ваших отношениях. Вот у него идет и желание перемен. Это знаете, вот именно в связке с этими картами желание уплыть к другим берегам. Еще такой момент. Обратите внимание, не для всех. Это может быть для процентов десяти смотрящих именно в этой ситуации. Посмотрите, ну вот здесь четко человека у вас увели. Потому что здесь шестерка мечей, перевернутая жрица, перевернутый маг и смерть. А на лицо у вас идет 100% наличие на человеке негатива, который блокирует в целом ваши взаимоотношения. Повторюсь, опять же, не для всех. Что касаемо наличия негатива, нужно просматривать в индивидуальном порядке. Но здесь человек в отношении вас бездействует, потому что он уже все поставил в отношениях с вами точку. Для тех, кто выбрал второй вариант. Итак, что у него к вам? Ну вот здесь на лицо ситуация любовного треугольника, да. Может также произойти ситуация ссоры, либо разрыва взаимоотношений. Иногда перевернутые влюбленные на это указывают. Почему бездействует в отношении вас? Ну, потому что перевернутая десятка кубков, человек боится разрыва семей. То есть в данном случае, если у вас есть любовный треугольник, вы выбрали верно свой вариант, человек не желает уходить из семьи. Он понимает, что отношения с вами ставят под угрозу наличие его семьи, его семейных ценностей. Семья в этом случае для него дороже. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, что у него к вам? У него к вам потребительство, возможно даже меркантильный интерес. Первая основа, а также тут есть еще, знаете, вы чем-то можете быть полезны. Связями, советами, помощью, делами. Для кого-то действительно, да, меркантильная тяга. Иногда Пентакли сами по себе указывают на потребительское отношение, сексуальный интерес. Но почему человек в отношении вас бездействует? Да, потому что вот по перевернутому королю Пентакли мужчина сам по себе непостоянен, упрям, противоречив. И, как вам сказать, здесь любовью не пахнет. Потребительством, да. Причем потребительство в его же интересах. Скажем так, на текущий момент либо вы ему не подходите, либо есть мотивация получше. Поэтому, скажем так, общение либо отношение с вами человек не развивает. Сам по себе именно Аркан не обязательно говорит о короле Пентакли, о мужчине земной стихии, да. Это у нас телец, дева или козерог. Это может быть на указание, когда у мужчины есть девушка, либо постоянная партнерша, скажем так, в первую основу он развивает отношение с ней. А вас придерживает как запасной вариант. Либо, как знаете, жилетка для решения каких-либо его проблем. Так, ну, давайте смотреть четвертый вариант. Что у него к вам? Ну, скован человек по рукам и ногам рядом обстоятельствам. В целом не может отношение с вами развивать. Либо давит эти чувства и эмоции в себе. Вот мы сейчас уточним, проясним эту карту. Почему бездействует? Да потому что вот ситуация сомнения, ситуация выбора. Либо опять же ситуация сравнения. Вас с кем-то еще, а кто же лучше? Понимаете, возможно, кто здесь перевешивает на чаши весов. И, как следствие, мужчина как бы выжидает, куда же все вырулит. И сомневается, стоит ли ему вообще что-то делать. Может, тот вариант, который у него есть, его вполне устроит. Но давайте все-таки посмотрим его первооснову, есть ли план чувства. Так. Так как карта у нас не перевернулась, я не буду ее смотреть. Вытащим аркан сами. Так. Ну, расстались-то вы не очень красиво. По пятерке мечей расстались-то вы на ножах. Она говорила друг другу очень много нелицеприятных слов. Человек на вас очень серьезно обижен. Может, как бы, понимает, что заслужил. Но вот здесь четкая ситуация на то, что, знаете, не точит на вас зуб. Особенно это касается, если мужчина у вас король кубков. Это рак, скорпион или рыба. Но с позиции, любит ли он и вас, однозначно да. А бездействует, потому что сомневается. Вот по связке этих арканов, он понимает, что рыться-то в пушку у товарища. И если он вернется, вы-то дадите ему от ворот по ворот. Так что вот такое, знаете, накосячила, а теперь боится что-то исправить. Так, давайте смотреть пятый вариант. Что у человека к вам? Ой, но же здесь идет желание избавиться от тяги к вам, от эмоциональной, сексуальной зависимости. Потому что вы в какой-то степени человека поработили. Вот это первопричина, чего он хочет от вас. А почему бездействует? Ну, во-первых, тройка Пентакли. Сама по себе она на ситуацию любовного треугольника не указывает. Здесь может быть, либо у вас рабочие взаимоотношения, и он понимает, что это служебный роман, надо от него избавляться, потому что он помешает и работе, и в целом здесь и по личной жизни толком ничего не будет. Плюс здесь мужчина может еще опираться на мнение окружающих. То есть своих друзей, своих близких, родственников и так далее. Давайте дотяну сюда карту и посмотрим, что же здесь у вас. Так, ну мужчина стабильный. По императору-то, знаете, пытается держать нейтральным ваше положение. Кстати, для многих это может проиграться, как все-таки руководитель, как начальник. Что же вашего товарища терзает? Терзают его смутные сомнения, обо что все это выльется. Потому что у человека по перевернутой луне очень большие переживания на этот счет. Что принесет ему, как говорится, эти отношения, что принесет эта связь. Здесь, особенно я говорю, очень значимо, если у вас действительно с человеком служебный роман. Тогда это вообще идеально ваш вариант. Потому что человек бездействует по той простой причине, он боится навредить своей карьере. Это знаете, как желание рыбку съесть и все остальное. То есть и отношений с вами хочется, и карьеры хорошие хочется. И он боится навредить и одному, и второму. То есть он здесь тоже сопоставляет. Стоит ли я в чинковыделке? Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Что в основе? Ситуация повешенного. Либо человек себя ощущает здесь жертвой, либо хочет пожертвовать вашими взаимоотношениями. А почему бездействует? Вот ситуация, либо вы все-таки расстались, либо ситуация ссоры, или поставил ваши отношения на паузу. Пытается собрать свои мысли в кучу и разобраться, нужно ли ему это вообще. Карта отшельника, ситуация одиночества. Это знаете, как ситуация самоанализа. Когда, ну вот, четко надо понять, твой это человек или не твой, прочувствовать. Возможно, человек именно сейчас этим занимается. Что же у него к вам? Ну, вот ситуация, знаете, вот здесь либо расстояние может служить препятствием для развития ваших отношений, либо в целом ряд обстоятельств, которые против вас. Кстати, по императрице здесь может быть женщина препятствовать развитию ваших отношений, поэтому человек сейчас бездействует. Поэтому отношения с вами поставлены на паузу. Так, давайте смотреть седьмой вариант. Что у него к вам? Так, ситуация страхов. Либо боязнь те отношения разорвать, либо боязнь потерять вас и остаться в одиночестве. Много страхов, внутренних комплексов. Почему бездействует? Ну, смотрите. Вот перевернутая десятка пентаклей. Либо это работа в большом коллективе, либо человек боится, знаете, смотрите, либо потерять авторитет в коллективе, навредиться вам и себе в плане работы, либо же здесь человек четко боится потерять семью. Потому и бездействует в отношении вас. Давайте посмотрим, что же у вашего товарища к вам. Так, ну, актуально для тех, у кого мужчина воздушной стихии, водолей, весы или близнецы. Здесь, понимаете, я не вижу как таковых чувств. Здесь сама по себе ситуация, желание расставить точки над И. Ну, потому что вот по карте суд человек здесь может быть семейным. Если смотреть, и здесь у вас, кстати, может быть разрыв связи. Человек надеется на возрождение ваших отношений. Но, понимаете, это и хочется, и колется, и мама не велит. Ну, вот такое, знаете, и вашему нашему человеку. Вот абсолютное, вот настолько одолели страхи, он не может разобраться сам себе, что ему по жизни нужно. Но вот если вы спрашиваете, почему бездействие, то первая основа здесь все-таки семья. Кстати, как у нас сегодня много семейных товарищей попалось. Так, ну и для тех, кто выбрал восьмой вариант, что у него к вам? Ну, вот ситуация любовного треугольника. Как вы видите, да, перевернутая тройка кубков. Почему бездействует? Да, человек собирает о вас информацию, либо следит за вами. Перевернутый паж мечей. Это позиция, знаете, как прощупать почву. А стоит ли вам верить, нужно ли быть с вами? Можно ли быть с вами? Что вы из себя представляете? Стоит ли вам в целом доверять? Ведь в любовном треугольнике, это не значит, что он выбирает между кем-то. Это вы можете выбирать, да, между ним и еще вторым лицом. Вот мужчина задумывается, либо женщина, а нужно ли мне все это? Это, видите, вот есть желание удержать вас руками и ногами. По четверке Пентакли, это, знаете, карта собственника. Желание удержать стабильность. Чем-то вас привязать к себе. Так, секундочку. Почему бездействует? Ну, проиграться для тех все-таки, у кого... Ну, то есть, кто здесь проигрывается, королева жезлов. То есть, вы, женщина, должны быть огненной стихией, огненный левый стрелец, либо с асцидентом в такой стихии. То есть, здесь, скорее всего, почему бездействует? Да потому что вы выбираете, если женщина смотрит. Если здесь смотрит мужчина, вы сомневаетесь. Может, стоит обратить внимание на другую партнершу. Ну, вот видите, у вас, если смотрит мужчина, две барышни. Вот для вас выбор для мужчин. Да? Потому ваша женщина бездействует, ждет от вас решения. Если здесь смотрит женщина, то здесь четко по ситуации мужчина пытается понять, кто же для него значимый, кто для него важнее. Тоже сопоставляет, сравнивает. Вот такая ситуация. Ну, вы ожидаете, смотрите, куда вырует ситуация, к чему все это дело повернет. А пока, исходя из того, что я вам озвучила, особенно если ситуация действительно у вас проигрывается, вы выбрали свой вариант, делайте выводы. Возможно, ваши активные действия помогут здесь каким-то образом разрешить эту ситуацию. А я искренне вас благодарю за просмотр. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Мне будет очень приятно их почитать. С вами была Ева Лекцер.